Валерий Павлович, вот у нас будет действительно много вопросов, первые из которых Ваши впечатления от общения с детьми и с родителями, также Ваша оценка работы этого центра и по области какая идет работа и Ваша оценка этой работы, также какие ставятся задачи на будущее? Ну, вы знаете, я не первый раз в этом центре и сейчас ситуация намного лучше, потому что появились детские площадки, я тогда давал такое указание, потому что здесь диковато так было, вроде пустырьки вокруг были, сейчас комплексные и для разных возрастов, и для разных целей, появилось много развивающих комплексов, ремонтик сделан, Ну, самое главное, это содержание, форма, хотя и от этого многое зависит, название хорошее, солнышко, здесь и родителям, которым оказывается помощь и детям в трудной ситуации попавшим, действительно тепло, уютно, очень комплексный центр, даже придумали такие вещи, когда есть мамы, там семьи, в которых трудно с материальной точки зрения, и нужно купить для маленького ребенка различные там предметы ухода за ним, там пеленальный столик, там кроватку, так далее, так далее, можно здесь прийти и бесплатно взять на прокат, потому что это, ну, временное явление, ребенок быстро вырастает, и надо тратить какие-то свои деньги, наша соцзащита занимается этим вопросом, изучает, а так это или не так, направляет сюда этих людей, в комнате психологической разгрузки здесь работают с семьями, в которых какой-то бесконфорт появился, молодым семьям оказывают здесь помощь, потому что не у всех получается сразу создать прочную семью, что-то всегда не получается, конфликты какие-то возникают, вот здесь вот это направление, я считаю, очень важным, здесь же я повстречался с ассоциацией многодетных наших семей, в последнее время это часть нашего населения, меня радует, честно говоря, все больше и больше у нас желающих иметь трое детей или больше, вот только за прошлый год количество семей увеличилось на 1085, и у нас уже было 16 тысяч таких многодетных семей, большинство, конечно, имеет троих детей, где-то 13,5 тысяч, но есть и 14, 15 детей, 6-9, это уже тоже не редкость, мы за последние годы в 9 раз увеличили объем выплат семьям, законодательство по помощи многодетным семьям, у нас одно из лучших в Российской Федерации, там выплаты и в школу ежегодно надо собирать детей, выплаты, и проезд до школы оплачивается, бесплатное питание оплачивается, даже стипендию мы придумали, если дети из многодетных семей учатся на 4,5, то они получают стипендию за эту учебу, верно, небольшую, там, полторы тысячи, но все равно это еще и моральный опыт какой-то, ну, я не говорю о том, что все семьи, которые создали нормальный климат для воспитания детей, для их образования, для их развития, мы всегда поощряем, я сам лично выручаю ежегодные награды, и родительская слава, и лучшая нижегородская семья, процесс этот мы подняли на нужную моральную высоту, это, вот, когда с ними говоришь, это, наверное, самое главное, что к ним перестали относиться к какому-то аномальному явлению, а наоборот, их подняли над всеми остальными, что это, ну, это традиция была, Руси, России, многодетные семьи, где воспитываются духи патриотизма, любви к родине, любви к родителям, мне нравится вот аура в этих семьях, когда дети очень уважительно относятся к родителям, только слышишь, папа решил, мама сказала, вот это вот ценно, очень важно, поэтому проблем здесь еще достаточно, проблем достаточно в каждой семье, и важно нам установить такое взаимодействие наших органов, социальной защиты прежде всего, молодежные политики, чтобы как можно меньше было бюрократии, вот сейчас рассматривали, каждый год надо приходить, переоформлять какие-то документы, если это льгота на три года, то только ребенок на год старше становится, а ничего же не меняется, вот, хотя говорят, а вдруг что-то зарплата поменялась, а вдруг еще что-то, для этого сейчас и центры работы с населением, и на электронный вид оказания услуг переходим, все это придет, я думаю, что эти проблемы нацены. Валерий Павленович, вы так близко к сердцу принимаете социальные проблемы нижгородцев, есть ли что-то важнее человеческого капитала? Да нет ничего важнее, все сегодня знают во всем мире, идет соревнование за человеческий капитал, потому что это основной ресурс любого государства, любой территории, мы должны воспитать здоровое, хорошо образованное, духовно богатое подрастающее поколение, тогда можем решить все вопросы и переходы экономики на инновационный уклад, потому что без грамотных, толковых, здоровых людей этого сделать нельзя. Когда мы бываем на всевозможных форумах международных, везде очевидно совершенно, человеческий капитал, человеческий капитал, ну это говорить-то можно, но главное построить эту систему, чтобы этот капитал действительно был и в профессиональном плане ценный, и в плане гражданском. Спасибо. А вот еще один такой уточняющий вопрос, какие конкретные задачи вы ставите перед областью, перед правительством, чтобы поддержать такие семьи? Конкретные задачи надо, чтобы рождаемость увеличилась, у субсемей таких было как можно больше, а исходя из этого мы будем рассчитывать свой бюджет, потому что средства нужны только тогда, когда есть предмет для того, чтобы эту помощь оказывать. Это все. Сейчас 16 тысяч, будет 32 тысячи, и на 32 тысячи найдем средства. Спасибо. Спасибо. Спасибо.